Круглый стол под названием «Крым, Донбасс, Россия» в объекте глобальной информационной войны «Наша сила в единстве» состоялся в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина и был приурочен к седьмой годовщине воссоединения России с ее историческими землями – Республикой Крым и городом-героем Севастополем. В названии круглого стола две части. Первая – собирает наши общие духовные силы против той информационной агрессии, против той волны русофобии, которую мы наблюдаем сегодня, и против нашей страны, и против нашего президента. Поэтому наша задача – дать общий, дружный, коллективный ответ всем недружественным по отношению к России силам. А вторая часть – наша сила в единстве, потому что Крым, Донбасс, Россия в нашем сознании неразделимы. Это пространство русского мира. Рязанская область активно сотрудничает с Крымом, Севастополем, Донбассом, Луганском, Москвой, Санкт-Петербургом. В нашем университете создан первый в системе высшего образования России аналитический центр по информационному противоборству. В обсуждении вопросов приняли участие представители власти, ученые, студенты и руководители дружественных вузов. Тема не просто актуальна, она полностью угрожает все наши тревоги, связанные с развернутой и активно проводимой многоспертной информационной войной. В этих условиях мы живем, отставим наше право на самоопределение, мы ставим наше право говорить на русском языке, обучать наших детей на русском языке, чувствовать себя в русском языке. Мы не ограничиваемся круглыми столами, мы постоянно бываем на этой героической территории. В конце января в седьмой раз уже побывали в Донецке и принимали участие в обсуждении замечательного исторического документа «Доктрины русский Донбасс», в которой наш героический Донбасс окончательно порывает все связи с пронацистской Украиной и заявляет о том, что его путь только с Россией, его будущее только с Россией. В следующий раз представители Рязанского вуза отправятся в научную и творческую командировку в апреле. Частые обоюдные конференции, встречи и круглые столы, а также сотрудничество рязанцев со знаменитым лагерем «Артек» – все это постепенно приближает дружественные южные территории к центру России. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».